Ну что, с понедельником нас. Идем к машине. Сейчас едем, забираем в офис РЭМ. Забираем дамстер, который должны были починить. И погоним ставить его на улицу Юлайн, где сегодня выходят первый день работяги у меня. И посмотрим, что они будут делать, планы работ и все так далее. У нас все примерно перемещается в режим влога, да? Поэтому пишите в комменты, нравится, не нравится. Что еще снимать, что вам еще показать. Вопросы, предложения, пожелания. Все, гоним. Тут уже мой автомобиль. Сейчас мы поедем. Кофе и мой обед. Здесь гейнер. Все, поехали отсюда. Вчера был на пинболе. Ноги. Немножко подзагорели. Или подсгорели даже. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Мы подъезжаем в наш офис, но это как бы офис не офис, на самом деле это дилер шип, где продаются автомобили. Там стоит у нас рэм, он тоже продается, но я его периодически беру, чтобы что-нибудь перевозить. Большое там материал, или вот сейчас буду дамство цеплять, посмотрим, как он еще работает. Райанчик, надо сказать, так себе, потому что зачастую залазят на территорию, здесь все под замком, все бизнесы имеют заборы, колючую проволоку и всякое такое. А, еще и собак должны были привезти, чтобы они там откусывали куски жоп у тех, кто залазит. Причем залазят настоянно одни и те же люди. Посмотрели по камерам, ну по стилю походки, вот по внешнему виду, все один тоже человек, вот его все хотят выловить. Ну вот сейчас собачку завели, посмотрим, что будет. Сам по себе район не очень, да, вот это вот все выглядит. Ну, а что делать, зато дешево. Ярд дешевый, все дешево, сейчас покажу, что у нас там есть на Ярде. Ну вот мы на Ярде, это у нас вот такой большой есть дом на колесах, здоровый такой. Вот то все продается, а вот здесь все ожидает продажи. Вот это вот все, это не джанк-ярд, это все тачки, которые будут сделаны и будут проданы. Вот этого я сейчас заберу. Вон не этот прицеп, а вон тот. Буду забирать. Вот так это все выглядит. Мне купили машину, мне купили машину для работы. Там немножко нужно поделать, там буквально бампер заменить, вот такую. Вот, и бамперы, и кабину, и бет, и здесь тоже немножко поработать, и салон там немножко нужно тоже почистить. Но в целом машина хорошая, можно будет кататься. Вот такая небольшая здесь самая дамедж есть, тут решаемо, короче, чуть-чуть решаемо. Это я не знаю, что будет, может быть и его получится взять. Был бы прикольно, мне вот такие нравятся, только колеса поменять надо. Вот, пойдем внутрь заглянем, что у нас есть в Сильвераде. Вот уже ключ оставили, прикольно. Да, бет нормальный, кстати. Сюда, в принципе, влазит гипсокартон со свистом. Единственное, влезь почему-то, почему это здесь. Это, наверное, был дамедж, и не покрасили сразу. Обычно машины не страдают. Ничего себе. Это косяк. Это все чистится. Не знаю, пишите в комментах, что вам нравится больше, Сильверада или Додж Рам. Пробег неизвестен. Ну ладно. Но он пустой, конечно, как барабан. Все одно на этих самых, на рубкрутилках. Резина, говно. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас с прицепами. Перецепимся и поедем дальше. У нас, как в Роскосмосе, полнейшая неразбериха с утра на Ярде. Не получается мне забрать Рэма. Не отдают мне его. Он все время занят сегодня. И прицеп тот, который я забирать должен, он вообще не работает. Так что мы сейчас поедем. Ну, все, конечно, поменялось. Мы сейчас едем на моем прежнем автомобиле. Мы забираем. А что мы забираем? Мы ничего не забираем, мы просто едем. И я сейчас закажу просто дамстер, его сегодня привезут, я надеюсь. И мы уже будем убирать мусор с... Ну, объект называется U-Lane. Там мы и увидимся. Так, все, мы на доме. Приехали. Значит, дамстера сегодня не будет. Будет дамстер завтра вместе с крышными делами. И хорошо. Просто я хотел оплатить дамстер, но карта не прошла. Поэтому даже хорошо, что не прошла. Так, что из нового? Это... Прэдл. Мужик такой здесь, лет 50-м или сколько. Я подрезал веточки, чтобы крыша не царапала. Привез фильтры для кондея, метлу, лопату и совок просили меня. И сейчас пойдем посмотрим внутри, что там делается. И сейчас еще надо мусор выставить вот сюда вот. А то тут я смотрю, где баки стоят. Нам надо тоже какой-нибудь мусор уже убрать. Все, здесь будет проем. Так, сегодня сделают плампинг, здесь фрейм сделают. Закроют эту часть. Что ты делаешь с моим баком? И... Что еще? Все. Поехали. Поехали. Нет. Это бакомпинг. короче водопланки бехера гвоздей он уже встал на один так здесь у нас стра материала которая привез под раз 5 я устал чаще все вроде а это то что я привез не все движуха началась а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрели какое-нибудь кино, когда такие притоны, полиция врывается, там нарки, туда-сюда. Если вживую не видели, то смотрите, нам предлагают вот тот, этот и вот этот дом. И мысль как бы была изначально снести это все дело и построить здесь все. Но я сейчас поехал по району, мне кажется, тут лучше ехать, чем стоять, потому что если ты остановишься, тебя разберут по запчастям в твой автомобиль. Все начинается вот с таких вот маленьких вещей. Так. Потом идет вот так вот все старое. Тут микроучасток, конечно. Вот это вот все, песочек, все заросло. Здесь вот, ну, полная рухлядь. Значит, здесь понятно, что крыша никогда не делалась или делалась в первый раз. Этому дому сто лет, чтобы вы понимали. 1900, по-моему, 25-го года, что ли, он построен. Тут какие-то были доделки. Кто-то зачем-то окно выставил на улицу. Здесь вообще не знаю, что. Наверное, септик какой-нибудь. Но, крыльцо. Все дела. Отлично, дверь открывается. Да, дверь открывается. Попадаем в дизайн интерьера. Вот в таких вот и цветах. Пахнет черными ребятами. Да, у них есть свой запах. Шикарный потолок. Кто-то начал ремонт. И краска кончилась. Но, видимо, какую украли, то и красили. Так, здесь, здесь у нас душ. Здесь у нас душ. Туалет. Тоже что-то с краской был здесь какой-то. Этот бардак. Оба носок. Души. На шаур-хэт. Ну и здесь хитр. Под мойкой. Впервые вижу. Такое решение. Ну, вот такой микродом. Наверное, полторы комнаты всего. Да, и выход, соответственно, вот сюда. Второй есть. Когда спецназ придет всех захватывать. Да, вот такие вот дома иногда попадаются. Что-то мне он не нравится. Поехали. Другой посмотрим. Так, уже другой дом. И он на 37-й хайвей находится. Около Лейкленда. Уже ближе к цивилизации. Район здесь, ну, уже больмен. Движение есть. И дом вот такой. Я так понял, здесь жили старые люди. Потому что вот этот пандус делается для тех, кто хреново заходит, выходит. Вот на этом доме. Значит, дом полностью фреймовый. Пойдем вокруг, обойдем. Смотрится ничего так, да? Здесь вроде чистенько все. Единственное, что вот здесь вот прям косяк с электрикой. Но это поправимо. Значит, будет, наверное, новый AC. Здесь уже какой-то эдишн сделан. Так, паровозы здесь входят, мы же знаем. И здесь вот, пока непонятно, что внутри, но ждем, посмотрим. Значит, здесь что-то новый дом покрашен. Стака, видимо, недавно красили. Тут длинный-длинный участок. Аж вот туда уходит, это прикольно. Тут даже можно два дома поставить, если сильно захотеть. Так, здесь куры и петухи. Ну, петух уже заколебал, на самом деле. Кролики. Все есть. Если беда с мясом, можно к соседям сходить. Значит, есть какой-то шед. Самый. Ну, это не туалет, не думайте. Там. Ну да, как я и говорил, здесь жили старые люди. Всякие инвалидные темы стоят там. Все. Ну, я с этой стороны сейчас обойду, покажу вам. Посмотрите. Все аккуратно, не заброшено. Вот это вот непонятная фигня. Это тоже можно будет разбираться. Потому что это пусто стоит. Но хоть не кресло. Так, это вентиляция, что ли, канализация, не знаю. В общем, все моется. Здесь все делается. Это ладно. Дальше пойдем внутрь. Так, заходим. Ключ я уже взял. Дверь я не открыл. Нет, еще не все открыл. Готово. Зашли. Пахнет старым домом. Потому что все фанера. Вот это вот все убирается. Полностью до фрейма. Дом, как вы выражаетесь, сарай. Да, из дерева. Говна и палок. Все стены убираются. Окна в замену. Полы непонятно. Все будет скрываться и смотреться. Может быть, меняться. Плаивать. Тут карпит на выброс. Это все. Твою же мать. Тут дорога рядом. Да, нужно окна по-любому. Значит, потолок. Потолок, крыша. Ну, кондей надо будет протягивать. Обалдеть. Тут, конечно, обалдеть. Это выбросим. Это все выбросим. Значит, электрокамин. Старенький. Здесь плита. Кухня. Тоже потолок из USB сделан почему-то. Но это ладно. Значит. В целом, если это не опорная стенка. Вот эта вот, если не опорная стена. Ее можно убрать. Совсем. Чтобы кухня была в общем доступе. Кухню можно продлить. Вот до окна хотя бы. Но тут уже будем смотреть. Значит, все новое. Это все. Вот так вот делаю. Надо, короче, пол подпора делать. Все ходуном ходит. Значит, это уже пристрой. Это пристрой. Здесь хитр. Но более-менее новый, кстати. Мы его можем оставить. Дверь на вышед. Здесь, видимо, сушилка была. Потому что здесь есть вытяжка. Вот вытяжка. И она уходит просто вниз. Это подключение горячей воды. Слив. На самом деле сарай. Вот. Все это убирать. Зашивать заново. Здесь. Здесь более-менее. Здесь более-менее. Это тоже все убирается. Здесь, может быть, мы будем мастер делать. Тоже хотя бы маленький такой. Ландри. Ну ладно. Будем смотреть, что мы можем здесь сделать. Так. И... Здесь еще одна комната. Тоже карпит. Тоже карпит. Это пикает датчик дыма. Вот это. Батарейки сели. Значит, здесь одна кривая, косая ванна. Маленькая. Но ничего. Это все поправимо. Здесь все тоже маленькое. Это можно выбросить. Тут будет больше места. Да. Туалет, конечно, здесь прямо около ванны стоит. Не очень удачно. Переместить бы его чуть-чуть. Тогда места не будет. Ну, в общем, отрешаемых тоже все вопросы по компоновке. Айси работает. Здесь тоже комната. Все нужно убирать. Все менять. Здесь все гипсом зашивать и красить. Вот такие вот дела. Вот такой дом. Дом. Ну, такой дом. Здесь перепад, конечно, по высоте. И вот туда спуск. Ну, визуально так. Дом немножко кривоватый. Весь кривоватый. Надо его как-то туда ровнять, то ли чего. Ну, это типа комната такая. Так, юнит, юнит. Юнит где-то там должен быть. Да. Да, вот это вот он. Вот тут стоит. Ну, вот такой дом. Это уже веселее дом, да? Чем тот, который был. Есть, конечно, над чем тут работать. Ох, даже не представляю, сколько тут надо будет денег на восстановление. Ну, довольно много. И за сколько он будет продаваться, тоже непонятно пока. Ну, будем смотреть. Апплэнс хоть и новый, но... В смысле, не новый, старый, но более-менее выглядит, да? Не ушатанный. Фух. Ну, вот как-то так. Мастера нет как такового, да? И всего одна ванна. Вот эти вот трубы, подводы из земли. Это, конечно, что-то с чем-то. Вот так. Вот так это все выглядит. Да. Посмотрим мы, что мы можем с этим сделать. Что будем делать. Куда будем это все увеличивать. В общем, будем смотреть. Все. На сегодня осмотр закончен. И, может быть, сегодня еще что-нибудь посмотрим, поделаем. На других домах покажу, до чего мы доработали. Все, погнали дальше. Доброе утро, да? Значит, у нас дом под контрактом. И тот, в котором мы меняли... Ну, не меняли, дополняли молча вот это вот все, знаете. Так вот, нам нужно было немножко пофиксить крышу. И вот это немножко выливается в замену полностью. Это было прям внезапно. Это те же ребята, которые нам меняли крышу там на другом доме. Ну, вот примерно так это все выглядит. Свой дампстер привезли. Сейчас будет новая крыша у нас. И они тут намусорят. Но это другие дела. Мне нужно сейчас поменять опенер. Ну, привод на ворот. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. А крышу меняют вот примерно так. Старый Плайвуд. Либо оставляют, либо меняют. Выдергивают гвоздики. Все это летит вниз. И потом это все собирается. Это вот рубероид они уберут. Пострелят, наверное, новый. Ну, там дальше видно будет. Наверх не полезу. Но его нафиг. Загадили мне все мое это самое хозяйство здесь. Гвоздей здесь будет море просто. По-любому, что-нибудь забудут. Да. Красотища. Кто хочет работать на крыше, welcome. Могу устроить. Бесплатно. Будете работать. Вот так вот. Загорите. Я сейчас ходил и распиливал гвозди, чтобы не наступить. Потому что когда я в прошлый раз работал, у меня было 8 дырок за лето. Короче, они забыли положить вот такой брезент, чтобы здесь не захочется. Вот сейчас сходят, убираются. А вот этот девайс, он забирает гвозди. Супер магнит. Так, и все. Вот такие гвоздочки. Ладно, пойдем теперь гараж посмотрим, что получилось. Собственно, стены. Ну, почти-почти-почти стопроцентное попадание. Немного видно, что запачены, но стены не новые, поэтому окей. Они там продаются. Здесь все. Новый фен стоит здесь. Как бы задергалки включаешь, и вон все работает. Здесь тоже все. Покрасили, как мы. Все супер. Ладно. Пошли в гараж. Значит, в гараже вот какая тема. Я купил вот эту штуку. Ну, новый опенер. Опенер. Это вот привод для ворот, что называется, да? И мысль была какая. Взять его, поставить сюда, и старый сдать в хом-дипе. Типа так и было. Но сейчас будем чинить по ходу, я посмотрел ход ошибок. Он мигает там другим образом. Нужно найти неисправность с фотоэлементом. Чем я сейчас займусь. По идее, я нашел, что один фотоэлемент вот этот подключен, а второй вообще не подключен. У него вот сбухтована здесь провода, и все. И это как бы не должно быть так. И сюда подходит тоже только один из проводочков. Поэтому мы сейчас это будем устранять. Посмотрим, как пойдет. Починю, покажу. Все. Кто молодец? Я молодец. Все работает. Как видно, да, здесь разбросаны все кабели туда-сюда. Просто в чем причина была? Фотоэлементы, как сами по себе, здоровые, нормальные, живые, но на старых огромное количество скруток, надеялись и четыре штуки насчитал вот на этой стороне. Вот здесь вот, вот эти вот системы, ну вот, ну вот то, что вот это называется, скрутка, и их тут вот еще одна. И, короче, они постоянно выдавали ошибку. Я взял новые фотоэлементы, прям новые-новые. Сейчас я эти кабели провожу аккуратненько, обратно перецеплю, и все, все работает. Теперь у вас принастраивающий ворот профессиональный. Оп! Тут же на почек нажимаете, ворота поднимаются, останавливаются, где надо остановиться. Они уже настроены. И оп! И снова, и вниз. Это старый делает кабель, ничего страшного. Сейчас мы эти старые фотоэлементы замотаем, обратно в коробку положим, а коробку сзадим обратно и заберем бабки обратно. Вот так теперь делаются ворота. Крышу замастерят, покажу, если успею, если нет, то сорян. Короче, в общем, этот дом сделали только сегодня, это уже следующий день. Я уже отмыл, вот сейчас поверхность здесь, ну, плитка вот эта, она уже более-менее подсыхает. Все скидали, время сейчас 3 часа 20 минут. И еще я здесь вот гараж помыл. Гараж сейчас закрыт, здесь я закрыл эту дверь, туда вроде пройти нельзя, все супер. Вот, под хитр подложил корыто и завтра здесь будет инспектор. То есть я этот сейчас гараж оставлю открытым, ночью все должно подсохнуть и этот дампстер заберут сегодня в 5 часов, обещали. Может быть проблема, ну, не проблема, замечания, что здесь люка нет, но люк мы сделаем. Это как бы, ну, просто замеры сделаю сюда, прибьем, покрасим и фанерку приладим. И все. В общем, крышу сделали, крыша новая, по-моему, в тот же цвет даже. Да, вроде бы в тот же. Вот, все-все четенько. Все гейтеры почистили, вот эти вот сливные желоба. Все кайф, внутри без изменений. Вот так вот это все и выглядит. Вот. Здесь у нас тоже все четко. А, вот, кусок поменяли, только надо будет его покрасить. все. А на другом доме должны сделать стену. Увидим, как получится, потому что ее вскрыли и там несущие основания с единотермитами. Сегодня меняли, завтра покажу, что как заменили. В общем, вот так прошла эта серия. Пишитесь в комментарии, что вы хотите посмотреть, что вам рассказать, что объяснить, что еще вам поснимать, какие вопросы, предложения. Все вниз. Все. Увидимся. Пока. А, ну и кто досмотрел до этого момента, то, что я показывал в предыдущей серии, что это за растение, это, это пальма. Это пальма, примерно вот такая, либо вот такая. Это самый росток пальмы, самый-самый-самый, вот самый росточек, это самое начало пальмы. Если вы не видели, как она начинается, кто-то нам сюда положил за чем-то вот эти вот кожурки от лимона. Нам этого не надо. Вот. Все. В какой-нибудь следующей серии что-нибудь еще разыграем. Будут вопросы, предложения, пожелания. Все в личку. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok